А за окном то снег, то дождь. Коммунальщики Самары разгребают последствия снежного ноября. Природа готовит новые сюрпризы. Турвальса в обнимку с трактором. Метель не помешала гуляниям в День народного единства. Полюбить футуристы и собрать из осколков разрушенный мир. Ночь искусств наш корреспондент провела в трех самарских музеях. Погода продолжает удивлять и остается главным ньюсмейкером Самары. Это сложно представить, учитывая метель за окном. Но на этой неделе нас всех ждет резкое потепление. Уже с завтрашнего дня плюсовая температура ожидается даже ночью. А днем столбик термометра поднимется до 5 градусов. Синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах и осадки в виде дождя. А вот минувшие выходные знаменовались сильнейшими снегобадами. Тогда на борьбу со стихией были брошены сотни рабочих и современная техника. Выходной день работала и Валерия Макарова. У природы нет плохой погоды, особенно если к такой погоде подготовиться заранее, что и сделали самарские коммунальщики. Сегодня на уборку улиц вышли 132 единицы техники и больше 200 людей. К снегопаду, который накрыл город в День народного единства, коммунальные службы успели подготовиться. Вовремя поступил сигнал от гидрометцентра. В выходные был побит рекорд по количеству осадков. За один день выпало более 19 миллиметров снега. Предыдущий рекорд для этой даты был установлен 14 лет назад. Тогда выпало 12 миллиметров осадков. Это тяжелая артиллерия. На языке специалистов автопоезд. Колонна обычно из пяти машин, которые идут друг за другом с промежутком в несколько метров. Они очищают от снега все полотно дороги и одновременно разбрасывают реагенты. Такой автопоезд проходит по всем магистральным улицам Самары несколько раз. Работают коммунальщики круглые сутки. Основной объем работы по магистралям уже выполнен. Наша основная задача это финишная зачистка основных магистралей и расчистка дорог уже. Третья-четвертая категория дорог частного сектора. Ну и конечно это расчистка тротуаров и пешеходных зон для запаса содержания пешеходных. В одном из самых крупных районов Самары промышленном с раннего утра снег расчищали 600 дворников и 30 единиц техники управляющих компаний. И утро уже напряженное началось, потому что управляющая компания с 4 утра уже дворники начали очищать пешеходные тротуары. Техника в 5 утра уже пошла по внутриквартальным проездам. В ближайшие дни работы у коммунальщиков не убавится. Бороться придется с гололедицей. Ее на синоптике прогнозируют на всю эту неделю. Валерия Макарова, Максим Гусев, Василий Колдашов. События. Непогода выходные не помешала самарцам отметить праздник. На самой большой площади Европы собрались тысячи человек для участия в торжествах в День народного единства. Народные гуляния показали, что в Самаре настолько закаленные жители, что они даже могут танцевать в обнимку с трактором. Как это было, расскажет и покажет Олег Зверев. Тур вальца в исполнении тяжелой техники не просто завораживающее зрелище. Танец показывает, что даже трактор может быть очень ласковым и очень нежным, если им управляет профессионал. В День народного единства на площади Куйбышева собрались тысячи людей, даже несмотря на непогоду. Единение, общий праздник, ощущения. Ну и детям мы привели детей, тоже показать им. В России это ведущая страна. Праздник очень хороший. Хорошо, что все собрались. Весело, концерт, все прекрасно. Этот праздник, я считаю, имеет огромное значение для нашей страны, поскольку страна сама по себе очень большая, шестая часть земли. И на этой территории проживает очень много разных народов, национальностей, достойного того, чтобы в мире к этому народу относились с уважением. А для этого надо в первую очередь уважать себя и ощущать вот это самое единство. На площади работали муниципальные подворья, плюс ярмарка, на которой можно приобрести продукты напрямую от лучших хозяйств региона. Праздник праздником, а все-таки многие воспользовались возможностью совместить в выходной день отдых с закупками. Торжество удалось на славу. Композиции дуэта «Баян-Микс» площадь встречала с танцами. От имени губернатора с праздником самарцев и гостей города поздравил председатель областного правительства Александр Нефедов. Он отметил, что жители региона не раз подтверждали свою сплоченность. И как результат небывалые достижения и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в других отраслях экономики. А значит, будущее опорного края России в надежных руках. Наш губернатор уверен, что политическое лицо области, как опорного края державы, наша единственная сплоченность является залогом разрешения накопившихся проблем. И как подтверждение заслуг региона государственные награды, которые были вручены на митинге. В том числе почетный знак «Самара. Город трудовой и боевой славы». Олег Зверев, Василий Колдашов. События. У них тоже есть право голоса. Почти 500 детей в Самарском регионе нуждаются в слухо-речевой реабилитации. Для них с этого года начали проводить специальные курсы с урдопедагогом. Юные пациенты учатся строить фразы, правильно произносить звуки и грамотно разговаривать. Как проходят занятия, увидели наши корреспонденты. Давайте прочитаем. Учиться говорить они начинают с простых слогов. Шипящие и самые сложные звуки для инвалидов по слуху. Сурдопедагог терпеливо изучает с Артемом и Костей слова, в которых встречается буква «Ч». Рассказывая, за полгода занятий мальчики значительно подтянули свои речевые навыки. Уже учатся строить предложения. В основном все дети слышат низкие частоты, а высокие им даются сложно. И западают, может быть, звуки «ц», «с», которые не имеют такой вибрации. Я их учу правильному произношению и соблюдать окончание, так как это очень сложно для них. Они говорят в начальной форме. Поэтому я учу их правильно строить фразы, соблюдать окончание и отвечать на вопросы полным ответом. Проект по реабилитации детей с проблемами слуха проводится с июля. Он призван помочь детям, которые воспитываются в семьях со слабослышащими и глухими родителями, научиться жить в обществе. Таких ребят в регионе около 500, и всем нужна профессиональная помощь. Первопроходцами в новом проекте стали 12 детей в возрасте от 5 до 16 лет. Занятия с педагогом проводят индивидуально или в группах по два человека. Родители говорят, после курса реабилитации дети становятся более открытыми. Очень много стал говорить, как только начал учиться, развивать речи, стало хорошо. Большинство стало стараться разговаривать не на руках, а разговаривать. И стал побольше читать книги, слух стараюсь тоже считать. Мне кажется, это очень хорошо. Дело в том, что глухие родители не могут дать своим детям возможность говорить правильно, говорить красиво, грамотно, уметь общаться. Поэтому как раз сурдопедагог проводит работу, учит этих детей. И дети имеют высокую результативность по этому проекту. Они стали больше общаться, как отмечают сами родители, больше говорить голосом. У них развивается речь и, естественно, как залог успешной социализации в обществе. Специалисты утверждают, благодаря современным технологиям протезирования дети с глухотой могут научиться достаточно хорошо слышать собеседников. Но чтобы в полной мере овладеть речевыми навыками, практика и грамотные упражнения, главный помощник. Марина Кравцова, Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов. События. Далее, коротко о других темах дня. Трагедия в Иванове, где в результате взрыва газа в жилом доме погибли шестеро человек, послужит поводом для проверки газового оборудования во всех городах России, в том числе и в Самаре. Напомним, взрыв произошел в понедельник рано утром, пока многие спали. Возбуждено уголовное дело. В качестве приоритетной версии сейчас рассматривается утечка бытового газа. В России появился новый продвинутый вид СМС-мошенничества. Пользователю смартфона приходят сообщения якобы от судебных приставов с указанием некого долга. И ссылка на сайт. Стоит только открыть ее, как устанавливается приложение, которое крадет пароли к сервисам интернет-банкинга. После этого со счета клиента снимаются деньги. При этом доказать банку, что перевод совершили не вы, очень сложно. Служба судебных приставов предупреждает, что не использует рассылку СМС-уведомлений ни в каком виде. Поэтому ни в коем случае нельзя открывать ссылки из подобных сообщений. Один из интернет-портала выложил запись с камер наблюдения «Безопасный город», который зафиксировал инцидент в Тольятти. Трое детей 2001, 2002 и 2003 годов рождения закидали чашу вечного огня снежками и тем самым потушили его. По их словам, о роли этого памятника мальчики не знали, а снег кидали из любопытства. С родителями и детьми была проведена воспитательная беседа. В нескольких районах Самары на два дня отключат горячую воду. Это связано с заменой оборудования. Так, сегодня без воды будут дома на Московском шоссе, улицах Ташкентской, Силино, Зойко-Смодемьянской. Завтра с 9 до 11 на Старозагоре 22-го портсъезда и Карла Маркса. В Самарской области продавщица догнала вора и вернула деньги с помощью доброго слова. Это произошло в селе Подбельск по Кузневскому району. Женщина отвлеклась, а вор схватил деньги из кассы и попытался скрыться. Однако шустрая продавщица догнала злоумышленника и попросила вернуть похищенные. Как ни странно, неудачливый грабитель согласился, после чего убежал. Подозреваемый был задержан. Сейчас на него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Разыскать путь в выдуманную страну-авангардику, встретить футуриста – все это можно было сделать в «Ночь искусств». Всероссийская акция прошла во всех регионах страны, став продолжением целого сериала так называемых «Ночей музеев и кино». В эту ночь учреждения культуры открыты для всех. Они готовят специальные программы для своих гостей. В «Бессонную ночь искусства» Олеся Корецкая успела заглянуть в три самарских музея. Город не спит, он погружается в «Ночь искусств». В музее «Модерна» Всероссийская акция проходит под эгидой моды «Бель эпок» – «Прекрасные эпохи». В программе музыкальные номера на фортепиано, вокал, рассказы об истории самарского костюма. «Большинство людей, которые приходят на ночи, они обычно приходят первый раз вообще в музей. То есть они знакомятся таким образом, видят, как у нас здорово, и приходят еще раз». «Жемчужная экспозиция и выставка женская мода в стиле модерн. Платье с украшениями ручной работы из личной коллекции историка моды Александра Васильева. Приглушенный свет, музыка – все создает настроение мысленно примерить наряды и поймать то самое настроение «Бель эпок». В других залах к прекрасному можно прикоснуться. Мастер-класс по росписи на ткани. Наталья Лагвиновой здесь частый гость. «Подобные мастер-классы посещаю третий раз. Первый раз у меня был мастер-класс по печати акварель плюс пастель. Второй раз мастер-класс был печатная графика. И вот пришла третий раз уже на другой мастер-класс. Это для меня первая работа, но мне нравится». «Я тоже решила приобщиться к ночи искусств и занялась росписью по ткани. Весь секрет в том, чтобы правильно смешать цвета. Тогда можно получить много-много разных оттенков». А в художественном музее посетители собирают из осколков разрушенный мир. Таково задание квеста «Лабиринт эпох». Здесь живая музыка, слайд-шоу, мастер-классы, фильмы и лекции каждый час. Искусство обступает со всех сторон, вытесняя повседневную суету. «Оказавшись в чужом городе, тут же идешь по музеям, смотришь, там, с границей, тем более, да, обязательно. Я приехал даже на неделю, успеваешь побывать в нескольких музеях, там, в любой загранице, да. А вот в родном городе почему-то остается за бытовыми всякими вещами». Все залы открыты. Выставка наград из музеев Московского Кремля, произведения Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. И, конечно, Пабло Пикассо с его игрой в искушение. В странство и по времени отправляются все. И министр культуры в эту ночь пришел сюда как обычный посетитель. «Это на самом деле такой формат, конечно, в первую очередь молодежный, но и не только, который позволяет все-таки приобщиться к миру искусства и, что называется, интерактивно приобщиться, то есть поучаствовать в каких-то процессах в обычные дни, но, как правило, невозможно. То есть строгая достаточно обстановка, а вот в эти ночи это возможность погрузиться в процессы». Буквально через дорогу в новом выставочном центре литературного музея немноголюдно, но не менее атмосферно. Здесь открылась выставка про Эд Контра группы художников ЧЖНС. Они с одинаковым восхищением относятся и к холсту, и к обычной стене. Их картины в стиле граффити и стрит-арт нацелены на яркую эмоциональную реакцию, как, впрочем, и все искусство в эту ночь. Олеся Корецкая, Василий Коллашов, События. Это далеко не вся картина дня, и вот какие материалы сейчас наши журналисты готовят к эфиру. Легендарные пулеметы Максим и Дегтярева в военной форме Второй мировой. В Самаре прошел юбилейный парад памяти. Остановите жестокость. В Самаре прошел митинг против живодеров. Акция одновременно шла в нескольких десятках городах России. Час расплаты. Кировский районный суд сегодня огласит переговор мужчине, изнасиловавшему двух школьниц. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам, увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»